4 миллиона 700. Такое количество туристов посетило курортный Сочи в этом году. Показатели, отмечает мэр, оказались выше всех ожиданий и превысили цифры Олимпийского 2014 года на 6%. Только в пляжный сезон город посетило 3 миллиона гостей. Таким образом, доходы городского бюджета от санаториев и отелей превысили 650 миллионов рублей с ростом 102%. Положителями оказались еще одни цифры. 80% опрошенных туристов остались довольны отдыхом в Сочи. Почему же ожидания остальных курортников оправдались лишь отчасти, будет выяснять тайный гость. В городе работает такая программа обследования гостиниц. Но в целом летняя для города экзаменационный сезон прошел на твердую пятерку. Предшествовала этому и большая рекламная кампания. Сочинский десант по главе с мэром Анатолием Пахомовым посетил 15 региональных центров страны. Активно Сочи привлекает и иностранных туристов. Информационные туры были организованы в Китай, Иран и Белоруссию. Своё звание круглогодичного курорт подтвердит и этой зимой. Уже сегодня завершаются продажи на новогодние рождественские праздники. Недочеты прошлогоднего горнолыжного сезона учтены, подготовка к приему гостей уже начата. Мы имеем хорошую инфраструктуру. Наши коммунальные службы имеют колоссальный опыт проведения различных мероприятий. Поэтому здесь мы можем давать гарантию. Что же касается безопасности, то это задача номер один. Я думаю, что все наши правоохранительные органы знают своё дело на отлично. Технические возможности тоже нормальные, да и опыт у нас есть. Поэтому также я как мэр города могу гарантировать нашим туристам безопасность на курортах Сочи. В 2014 году на горнолыжных комплексах Сочи функционировало 37 канатных дорог и горнолыжных трасс. Единовременной пропускной способностью около 15 тысяч человек. А проживать в горном кластере единовременно могут более 50 тысяч курортников. Такой поток гостей, подчеркивает глава города, требует от горнолыжных курортов и соответствующего сервиса. Это в том числе транспортная логистика, информационное сопровождение. Необходимо решить вопрос с парковочными местами, чтобы избежать транспортного коллапса. А схемы организации дорожного движения должны быть утверждены до 20 ноября. Вопрос с электропоездами, которые будут доставлять гостей в горный кластер, город уже решил. Их количество увеличится с 6 до 10 пар. Главной же задачей всех служб и предприятий по-прежнему остается клиентоориентированность. На курорте нет новогодних каникул, напоминают власти города. И товарные запасы, как это было в прошлом году, не должны иссякнуть. С учетом допущенных ошибок в преддверии зимнего курортного сезона 2015-2016 года, необходимо выполнение следующих задач. Выстраивание четко налаженных логистических схем между оптовым звеном, розничной торговлей, общественным питанием. В этом случае управляющей компанией необходимо осуществить планирование и закупку товарного запаса. Уже сейчас и не пренебрегать связями и договорными отношениями с местными оптовыми поставщиками. В ноябре в Сочи пройдет международный туристский форум. Задача санаторно-курортной отрасли Сочи – сформировать ценовые предложения на сезон 2016 года. В том числе от их успешной договорной кампании будет зависеть проведение как зимнего, так и будущего летнего сезона. А при успешном проведении запланированных мероприятий общий турпоток за 2015 год превысит 6 миллионов человек.